всем доброе утро я шарфиков на улице тепло вошли с мужем утром он такой холодно ну вроде бы знаете как ну да холодно а сейчас вышло ничего не холодно тепло но у нас ветер у нас смотрели ветер здесь не так сейчас родственника встретила который вот тут живет у них собак много и вот двоих повез кастрировать говорит я замучился говорит с этими щенятами вот они их привыкают к ним и как бы боль душевный да потом продавать или куда-то их хотя щенята породистый юрсайский триель юрсай короче меня женщина ждет уже наверно 1 и вот поехал ему говорит мне жалко и буду хватит тебе говорю наоборот для собак лучше кастрированный вон мой-то кастрированный вот они такие радостные гур не знают они куда едут чем прикольно тепло на улице эту серо не вода все заснеженные берем снегу сейчас когда из дома наверное если опять тучи не набегут покажу ждет она не ждет посмотрим нету никого а всегда ждет я уже дома хотела делать курицу но у меня есть приправа там не приправа как соусы готовится что ли в общем но муж позвонил сказал что приедет на обед но мне тогда зачем они нужны я себе щи разогрею и поем кстати они уже разогреты хочу вам серо не надо показать ну как тепло жарко может быть уже высохло все белье а куда-то куда-то ас унесло ветром видно чуть-чуть серо не надо сейчас вам покажу так что у нас выпал снег в горах так одно снимать до высохло одно снимаем другое вешаем так вот и живем стирка уборка уборка стирка я с туалете немного прибралась пока пока щи разогревались в общем вот так а потом пять часов вечером пять ну да вечер девочка придут на стрижку так что с чарли сегодня вечером не знаю может быть после спортзала уже темно будет около дома погуляю или мужу скажу пускай он с ней гуляет в общем живем увидим а пока вот эти дела сделаю крыша у нас так и не сделано все мужу некогда я говорю когда когда и надо вот на этой неделе прям ему конкретно на мозги подсесть чтобы он не эту крышу нафиг приделал то есть я знаете как сама поре полезу и доделаю мне как говорится не влом чё руки есть глаза есть ноги есть чё нельзя сделать сама конечно можно мой король на солнышке загорает радость моя тебе так нравится лежать да красавчик витя самый красивый в мире моя любовь ой 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 потянуться чё ты там увидел я уже сумку почти собрала чтобы ничего не забыть хотя знаете когда-то собираешь заранее в любом чего-нибудь забуду заварила себе чай зеленый приготовила бутылку сейчас сюда лимон выжму и воду надо налить чтобы профильтровалась смотрите мой уголок а я когда готовлю включаю планшет вот так ставлю и готовлю ему старый мужу 6 лет наверное так вот стоит кстати а с сахаром я пью чай смотрите сахар необычный какой-то там а вот какой он у меня комковой видите как вот раньше я помню в деревне сахар комковой был но он не такой вот знаете а именно вот как камень он то есть не берешь его не кладешь в рот и он сразу раз как это разваливается а был такой долгоиграющий я вот в моей мысли всегда в моей голове стоит эта картина как дед пьет чай из блюдца блин как это вкусно я в прошлый раз из блюдца тоже пила вот а он наливал горячий чай в блюдце и вот так вот брал как бояры не знаете и с этим вот сахаром комковым блин это так вкусно мне показалось что я сделала это действительно очень вкусно сахар конечно этот отличается от того что он у нас был раньше это сахар этот как он называется тростниковый видите нерафинированный вроде он совсем не сладкий почему-то вообще не сладкий я вот беру 22 вот таких вот кубика кружочка и вот с чаем очень вкусно кстати вкус детства да кстати у меня с детства как вы могли бы заметить очень много разных воспоминаний и все они приятные вообще у меня детство было сама очень счастливая и вот нет нет таких плохих моментов вот чтобы вспомнить да что это как-то было плохо нет есть конечно это по любом а плохим хом не будем в общем в основном все детство у меня была счастливая есть что как говорится вспомните вообще вспомнить так у вспоминаешь как будто знаешь кого-то ну камеры уже как будто мой друг как будто это не была со мной на самом деле все это было как будто скат�� moved скат 있게 какой-то и это не вспоминание моего детства вспоминание какой-то какого-то кино. Ты что так внимательно слушаешь? У тебя тоже детство счастливое было? Что это тут такое? У тебя тоже самое счастливое детство. Чарли ко мне попал, когда ему было три недели всего. Три недели пролетели как четыре дня. Он любит, чтобы его чесали. Да. Я его холила, лелеяла, всегда с собой возила на работу. И вообще он у меня царь. Молится. Молится. Ты молишься? Оп. Котик, давай я тебе сердечко дам маленькое. Ой, у тебя тут место занято. Место, моя сумка тут лежит, стоит, сидит. Иди сюда, садись. Блин. По голове даст. Ничего. На. Маленькое сердечко. Как он зрет. Одно загляденье. Я принесла сегодня с собой лак, чтобы уложить девочку. Кстати, очень хороший лак. Вот этот без газа. Без газа. Покажу вам. Он без газа. Видите? Так. Очень хорошо держит. Ну и дороговато, конечно, для обычного лака. Вот. Ну, ничего. Так, что еще нам нужно сделать? Ничего. Чай попить с сахаром. А еще я кое-что готовлю. Кое-какую вкусняшку. Я не знаю, получится у меня, не получится. Если получится, я вам обязательно, во-первых, покажу, что получилось. А во-вторых, обязательно это засниму. Потому что идея вообще классная. И... Ну, это вкусняшка. Мужу 100% понравится, если у меня это получится. Договорились с девочкой на 5. И она мне сейчас и шлет. Время уже 15 минут 6. Она мне шлет такая. Я, говорит, пораньше вышла из дома. Куда-то там зайду. Я такая, здрасте, приехали. В смысле, кусть пораньше. Время уже 6 час. Она, говорит, забыла, что она думала к 6. В общем. Поэтому я переоделась уже в спортивную, чтобы быстренько ее подстричь, уложить и бежать в спортзал. Я такую вкусняшку приготовила. Наверное. Не знаю. Получится, все получилось. Попробую завтра. Потому что оно должно в холодильнике стоять. В общем. Та-дам! Та-дам! Это типа чоко-флан. Посмотрите, выглядит классно. В общем, это должно отправиться в холодильник и настояться. Не знаю сколько, но до завтра, там сказали, написано пару-тройка часов. Вот так все это выпекалось. На вид, конечно, мужу понравится, потому что сверху это флан. У меня есть рецепт флана на канале, в плейлисте. Так что заходите. И вот такая вот пахнет, конечно, обалденно. В общем, это сейчас отправится в холодильник. А завтра я тогда попробую и вам расскажу, что же это за чудо такое Юда. А мужу сегодня дам попробовать. Он постоянно, как над моими... Вот вы пишите постоянно комментарии, типа, что там моему мужу нравится, что я готовлю. В принципе, да, потому что он постоянно какую-нибудь вкусняшку приготовлю. Он все время говорит, надо открывать ресторан. Надо открывать ресторан, мы много-много денег заработаем. Я говорю, конечно, мы. Может быть, я? Типа я на кухне. Хотя у нас с девчонками, когда собираемся, знаете, между собой болтаем, разговариваем, что можно было бы открыть какой-нибудь, ну, типа, магазин, как назвать его, булочную, да, где продавать вот такие тортики, разные бисквитики. Потому что в Испании не особо большой выбор всяких вот тортов, пирожных. Вернее, их много, но они все на вкус и цвет, как говорится, одинаковые, да. Нет каких-то кремов, там, допустим, творожных или еще каких-то вкусных. Здесь либо крем, я уже много раз говорила, взбитые сливки, либо этот, как его, крема пастилера, это заварной крем. И, может быть, мусс какой-нибудь, который тоже похож на взбитые сливки. А вот есть столько много разных кремов из, допустим, сгущенки и тот же самый творожный. В общем, ну, кто в России жил, знает, ну, я имею в виду иностранцы, знают, какие у нас вкусные всякие конфеты, даже пироженки. И, в общем, приходится самим делать всякий торт, например, медовик обожаю вообще. Ну, естественно, я это все не делаю, потому что я это все сожру. Вот, а это, кстати, нет, это не испанский рецепт, это, по-моему, на русском ютубе. У меня, в общем, все уже в голове, знаете, делаю рецепты и, в общем, в принципе, сильно не замечаю, на каком языке я это все смотрю, поэтому я не могу вам сказать, надо смотреть в телефон. Но, там по времени у меня не совпало, сама сделала, по времени добавила. В общем, завтра вам все это скажу, стоит он вашего внимания или нет. Это сверху карамель. Так, буду ждать. Вы знаете, очень не люблю, когда у меня времени вот прям в обрез, чтобы везде бегом-бегом. Почему? Потому что очень ответственный человек, что есть, то есть. И пунктуальный. Я люблю, чтобы, знаете, меня, чтобы, во-первых, не ждали. Лучше приду за 5-10 минут раньше и ненавижу ждать. И сама не люблю опаздывать. В общем, ну, вы поняли. Ладно, отправляю это в холодильник. И, наверное, даже кроссовки надену. И буду готовиться. Пришла домой. Я там накрасилась, намазалась маской. Знаете, у меня такая есть маска, которая не смывается. Вот, надо еще себе в понедельник сходить в Примор купить. Потому что очень удобно. Намазался и пошел. Так, мне теперь нужно разобрать вот это все дело. Ты что, тут играться со мной хочешь, да? Да? Фу! Дима, я радость такая послюсная. На. Вот полетела. Вот это я завтра отправиться сюда. Почему не сегодня? Потому что у меня кое-что сушится там. Сушится. И вот там, наверху. И нужно, чтобы туда-туда раз не лазить. Цветы убирать, разбирать. Так, расческу принесла с работы. Лак тоже. Поэтому не забыть. Завтра пятница, рабочий день. Ну, как рабочий день. Хороший рабочий день. Пятница, развратница. И все. Я так устала сегодня. Я за то, что с Чарли не ходила гулять. Я, блин, там все эти, все тренажеры обошла. И вот, как бы, по лестнице ходила. Не знаю, сколько этажей. Блин, пипец. Где еще-то я была? По лестнице. А, на велике гоняла. 9 килограмм на велике. Посмотря телевизор, конечно. Вот. Я сейчас с собой наушники беру. В общем, оторвалась за то, что с Чарли... А, что у меня? А, включена. С Чарли не гуляла. Я решила там еще позаниматься. Конкретно. И, короче, у меня... И все на ноги, знаете. Все упражнения на ноги. Поэтому у меня вообще сегодня... Завтра, наверное, не стану. Мало того, что мы приседания очень много делаем со штангой. Я вообще который день хочу заснять. Потому что там, ну, как можно это занятие заснять. Ну, знаете, у меня на телефон был такой... Такая это... Как ее назвать? Чехол. Который вот с этой стороны... Ой, смотрите, волосы от ножниц. Кольцо имела, да? Кольцо тут было. То есть вот так, чтобы поставить. Вот так. И вот напротив я заниматься буду. И там будет видно только меня. Не могу найти чехол. Все перерыло. Никак не могу найти. Я, кстати, фиалку принесла сюда. Да, потому что, мне кажется, такая красота просто стоять на балконе не должна. Правильно? Вот не найду чехол нигде. Показать вам, как я там занимаюсь. Там такая прям ясикая. Да, блин, завтра хрен встану. Ой, блин. Ой, я еще сегодня встала, не побыла. Блин, я так классно напарилась. На это напарила, прям пару надавала. Женщина со мной сидела, наверное, уже даже не вытерпела. Ушла. Потом, по-моему, после меня девчонки русские пошли. Я их подслушала. Говорю, идите, идите. Я там натопила. В общем, шикарно я сегодня позанималась. Лопать, наверное, уже ничего не буду, потому что уже поздно. Хотя очень хочется попробовать этот десерт, который сделала. Так выглядит шикарно. Я к вам не люблю. Ну, не знаю, там же бисквит немного есть. Посмотрим завтра. Завтра увидим. Так что, друзья, кто не подписан, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы приходило уведомление. Что? Анюта, я тут-то. Вы не загружились еще? Все, я убрала. Нет, блин, убрала. Финзи убрала. Тут специальный отдел есть для парикмахерств. Для моей работы. Там такой творческий беспорядок. Ой, так позанималась. Сейчас еще не сгибается. А ты что, царь, что ли? Ты король? Я тут пока уходила. У меня робот работал. Работал так, что, блин, пришла. Он все шнуры, там наушники где-то нашел и, в общем, под себя подмял. Ты что ли король мой? Ну, ты посмотрите на него, а. Ты король мой, ты шляпкий. На, ты. На, да. Вот так вот. Конечно, с ним не погуляла, ему играться хочется. Ну, ничего, один день потерпит. Так что, вот такой у меня день, друзья. Буду с вами я прощаться до завтра. Вы, наверное, уже закружились. И пока я хожу туда-сюда. Вот. Встретимся с вами завтра. И посмотрим, что там за десерт. Мне очень интересно. Жду, не дождусь, когда придет муж, чтобы ему дать. И я, знаете, что я хочу? Сказать, что я его купила. Посмотрим, что он скажет. Если ему понравится, он скажет, еще такой покупай. А если не понравится, скажет, херня какая-то. Что за фигня? Сколько стоит? Зачем ты деньги потратила на эту ерунду? Ну, я не думаю, не думаю. Потому что фланам очень нравится. Ладно, я как это, на пассажок 15 раз. У меня сегодня большой брат по телеку. Так что, у меня осталось совсем немножко, кстати, погода. Погода, сказали, будет хорошая. Ладно, всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Встретимся с вами.